Часто выяснение отношений перерастает в более агрессивный конфликт. По всей России ежедневно в драках погибает большое количество людей. Подобная трагедия произошла и в Ненецком округе. Мы уже рассказывали о том, что в центре города произошло жестокое убийство. Что нужно делать, если вы стали свидетелем подобной ситуации, расскажет Василий Хатанзейский. Резонансный конфликт в центре города на одной из главных улиц Наринмара произошло покушение на убийство. Неужели из проходящих мимо людей не нашлось того, кто бы смог просто вызвать полицию и как-то повлиять на ситуацию в целом? Большой резонанс у жителей региона вызвало видео в социальных сетях. На кадрах видеорегистратора одного из очевидцев видно, как идет драка между двумя мужчинами, а пешеходы и автомобилисты спокойно движутся в своем направлении, не обращая на инцидент внимания. Что же делать и как себя вести, если вы стали свидетелем подобной ситуации? Нужно в первую очередь обратиться в дежурную часть по номеру телефона 4-21-26 с мобильного 102 или 112. Не ввязываться в конфликт. Сообщить о происшествии в орган внутренних дел. Постараться запомнить внешний вид преступника. Одежду, надписи, наклейки, логотипы. Запомнить его приметы. Рост, возраст, телосложение, цвет волос. Особые приметы. Шрамы, татуировки, особенности поведения и походка. Если имеется у преступника оружие, запомнить его, либо предметы, используемые как оружие. При попытке преступника избавиться от оружия, запомнить место. Всю информацию с места инцидента нужно также передать полицейскому для дальнейшей работы следствия. Если у вас нет с собой мобильного телефона или он разрядился, можно сообщить о нарушении порядка с помощью аппаратного комплекса «Гражданин полиции». Данный правоохранительный сегмент представляет собой терминал оранжевого цвета с надписью «Полиция». Любой гражданин, который стал свидетелем совершения правонарушения или преступления, или же попал в беду, может воспользоваться данным правоохранительным сегментом. То есть, подходит к данному терминалу, нажимает на кнопку. В это время звонок идет в дежурную часть УМВД. Дальше к работе подключается оперативный дежурный, который отправляет на место инцидента оперативную группу. Жители нашего региона также хорошо знакомы с алгоритмом действий. Что бы вы делали, если бы стали свидетелем какой-нибудь потасовки, либо же драки? Куда бы вы обратились? В милицию позвонила бы. Есть драка, так в полицию можно вызвать, конечно. Сейчас по факту покушения на убийство продолжают следственные мероприятия. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Сейчас он заключен под стражу. 19 ноября на Ринмарском городском суде избрана меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении убийства, которое произошло, соответственно, 17 ноября в дневное время на улице Генина, когда потерпевший был убит при помощи гвоздя. Напомню, по факту убийства, которое произошло днем 17 ноября, возбуждено уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса России. Наринмарский городской суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 января 2022 года. Решение суда в законную силу не вступило.